МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в Театре оперы и балета прошел торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества. На праздник собрались ветераны, военные и сотрудники всех силовых структур. Зрительный зал заполнили те, кто носит мундиры, и представители общественных организаций, ученики кадетских классов. Почетные гости на торжественном собрании, ветераны, боевые офицеры и сотрудники всех силовых структур. Именно они могут по праву называть День защитника Отечества своим профессиональным праздником. Хотя 23 февраля принято поздравлять всех мужчин без исключения. Своими защитниками Отечества Чувашия может гордиться. Воинский долг они исполняют достойно, отметил глава региона Михаил Игнатьев. В республике родилось более 50 выдающихся полководцев, генералов армии, адмиралов флота. Пример с героев берут и молодые. Военно-патриотическому воспитанию в Чувашии всегда уделяли большое внимание. Во многих школах действует большое количество кадетских классов. Каждый год юноармейцы принимают участие в играх «Зарница» и «Орленок». Особые слова благодарности и оброжаю ветеранам вооруженных сил, героям Великой Отечественной войны, отстоявшим право нашей страны на свободу и мирное небо. Их героизм стал фундаментальной основой нашего сегодняшнего благополучия, мирного существования. Сегодня мы также чествуем и тех, кто своим мирным трудом способствует укреплению силы и мощи нашего государства. Спасибо вам за добросовестный и честный труд. Любовь к Родине. Патриотизм. Стремление сделать республику и нашу страну процветающей и успешной. Подведены социально-экономические итоги работы Шамуршинского района в 2015 году. Несколько месяцев назад здесь назначили нового главу администрации. В расширенном совещании принял участие и глава Чувашия Михаил Игнатьев. На встрече с главой администрации Шамуршинского района Владимиром Денисовым и председателем собрания депутатов района Миниром Хамдеевым глава республики Михаил Игнатьев затронул тему значительного снижения уровня доходов бюджета муниципалитета. По мнению Владимира Денисова, снижение произошло в связи с закрытием фирмы Старко, объединением отделения пенсионного фонда с другими работающими в соседних районах, а также ростом задолженности по налогам у нескольких предприятий. По налогам, конечно, недобор идет у нас за ОМИР. Выявили сейчас где-то 600 НДФЛ недоплата. Есть, конечно, 1,2 млн долг по банкротству зала агрофирмы «Колос». Это идет уже с 2010 года. Долги необходимо ликвидировать, к неплательщикам применять самые строгие меры, сказал Михаил Игнатьев. Недопоступление налогов напрямую влияет на развитие муниципалитета, реализацию социальных программ. Разговор об этом продолжился на итоговом совещании, как обстоят дела в аграрном секторе. Все ли предприятия исправно платят налоги. Владимир Денисов отметил, что на долю сельского хозяйства в муниципалитете приходится 79% от общего валового выпуска товаров, работ и услуг. Несмотря на холодное лето, удалось вырастить свыше 13 тысяч тонн хлеба и 25 тысяч тонн картофеля. Сохранить производство мяса на уровне прошлого года. Но есть проблемы. Здесь нужно ответить, что у нас произошло уменьшение производства молока. Произведено 17 тысяч 217 тонн. И процентом отношения это 98,1%. Старая задача, чтобы именно обновить дойные стадо. Не столько по численности держать, именно держать короб высокопродуктивных. Глава республики отметил, что государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям сохранится. На 2016 год выделено 3 миллиарда рублей. Что касается переселения из аварийного жилищного фонда, то здесь программа выполнена полностью. Своё жильё получили также 87 многодетных семей. А вот вопрос с капитальным ремонтом многоквартирных домов остаётся открытым. Коэффициент собираемости взносов составил всего 53%. Это недопустимая ситуация, сказал Михаил Игнатьев. С Батруска района никто же за вас не заплатит. И жители города Чебоксара тоже не будут платить. Поэтому чем быстрее вы соберёте, тем быстрее завершите капитальный ремонт. Ещё одним источником пополнения бюджета видится развитие туризма в районе. Здесь давно существует парк Чевашвармани, на территории которого вполне можно создать эколого-познавательный маршрут. Михаил Игнатьев рекомендовал привлекать инвесторов, брать пример соседей. Например, эко-поселение Ясно в Чебоксарском районе. Развитие туризма, наличие жилья, появление новых агропроектов привлечёт на работу молодых специалистов. Эти и другие вопросы обсудили на круглом столе с участием руководителей крестьянско-фермерских хозяйств. Мы надеемся, что будет возможность перекредитоваться и получим дальнейшее развитие. Есть желание приобрести ещё племенной скот, есть желание развиваться, есть желание заниматься переработкой леса. Есть много планов, которые мы готовы сегодня воплотить в жизнь. Татьяна Молкова, Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков. Республика. Сегодня в Тарханском физкультурно-оздоровительном комплексе подведены итоги социально-экономического развития Шумерлинского района за 2015 год. В расширенном совещании принял участие председатель кабинета министров Чувашской республики Иван Моторин. Свой визит Иван Моторин начал с посещения производственной базы по монтажу и изготовлению металлоконструкций. Новые агротехнологии по Волжии. Администрация района предлагает предприятию стать застройщиком современной животноводческой фермы. Насколько у вас локализована по оборудованию, по материалам ферма ваша? Ну то есть раньше, если вы импортные закупали, сейчас практически все здесь делаете? 100% 100% Но только доильное оборудование. Вот мы с вами говорили, доильное оборудование мы датским оборудованием работаем. Вот было бы неплохо организовать Чувашское оборудование, роботы. Это реально. Отрасль сельского хозяйства в Шумерлинском районе – одна из ведущих в экономике. В 2015 году на поддержку аграриев было направлено 18 миллионов рублей, что почти на 10% больше, чем в 2014. В районе активно реализуются следующие инвестиционные проекты. ООО «Кеннет» – это производство сельхозпродукции и растеневодства. ООО «Новые агротехнологии по Волжье», где мы сейчас только с уважаемым Иван Борисовичем были. Это производство металлоконструкции, изделий нестандартно оборудования для строительства и реконструкции жадковых помещений и сельхозмашин. Проект, он дальше будет реализовываться. Бюджет Шумерлинского района в 2015 году исполнен на 98% и составил 168 миллионов рублей. Собственные доходы снизились на 3 миллиона. Снижение произошло за счет уменьшения поступления налога на доходы с физических лиц. Это отметил и председатель Кабинета министров. Она в районе очень слабая. Вы у нас из сельских районов 21, если мне память не изменяет. Поэтому здесь не паханое поле и нужно эту работу вести. Иван Матурин также подчеркнул, что руководству района необходимо активнее работать по вводу в оборот невостребованных земель. В районе в 2015 году построено три ФАПа. В будущем будут введены еще два. Так получится снять кадровый голод в медучреждениях. Сейчас в районе проводится серьезная работа с инвесторами, что позволит в будущем улучшить экономический климат в районе. В завершении заседания состоялось торжественное вручение наград и свидетельств о назначении специальных стипендий для представителей молодежи и студентов за особую творческую стремленность. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В России снижены человеческие потери на 8,5%, а в Чувашии на 19%. «Единая Россия» собирает кандидатский пул в региональном исполкоме партии. Начали принимать документы от кандидатов, желающих стать участниками предварительного голосования. Об этом на брифинге рассказал секретарь Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Николай Малов. Документы будут принимать до 11 апреля, а уже 22 мая пройдет предварительное голосование по отбору кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму страны и региональный парламент. В партии «Единая Россия» началась подготовка к предварительному голосованию. Процедура обязательная для тех, кто планирует участвовать в осенних выборах. До 10 апреля здесь принимают документы тех, кто уже летом готов будет бороться за депутатский мандат. Принять участие в праймере смогут члены «Единой России» или беспортийные граждане. Нам сегодня очень интересно, мы заинтересованы в здравых силах. Сегодня нам очень хочется объединить все самое позитивное, креативное. И там, где есть энергия и желание работать на страну, на Россию, на Чувашию, все это нам нужно, как воздух. Поэтому, согласно положению, об этом нужно говорить. Сегодня любой член «Единой России», партии «Единая Россия», не являясь даже членом нашей партии и сторонником не являясь, мы готовы рассмотреть его кандидатуру по результатам единого дня голосования. Это будет 22 мая, как я уже сказал. И у него есть все шансы, если есть поддержка населения нашей республики, принять участие в выборах, которые состоятся 18 сентября. И ждем, конечно, всех тех, кто верит в свои силы, кто готов свой опыт, профессионализм, желанию, энергию отдать в интересах России, нашей родной Чувашию. В Чувашии уже есть опыт проведения предварительного внутрепартийного голосования. В прошлом году такая процедура состоялась перед выборами в городское собрание депутатов столицы. Победители прамира с большинства своим вошли в состав Чебоксарского городского собрания. Подать заявление можно как лично в региональный исполком, так и через сайт «Единой России». И сегодня от тех, кто на пять лет придет в Государственный совет, в Государственную Думу, с учетом геополитических вызовов, санкций, очень многое зависит. И у нас нет права сегодня ошибиться. Мы ответственно хотим подойти к этой дате, 18 сентября, представить достойных кандидатов, которых видит не только «Единая Россия», а наш народ. Кандидаты будут участвовать в дебатах, чтобы рассказать избирателям о своей программе. Проголосовать за них можно будет в специально оборудованных участках. Кандидатами от «Единой России» на предстоящих выборов в Госдуму России и Госсовет Чувашии станут те, кто пользуется наибольшей поддержкой и доверием избирателей. Попробовать свои силы и принять участие в праймере с Николай Малов предложил всем желающим. Единый день предварительного внутрепартийного голосования назначен на 22 мая. Тройное счастье. Семья Ивановых из поселка Вурнары в один день стала многодетной. Рождение тройни – настоящее событие для молодой семьи. Елизавета, Тимофей и Илья – так уже назвали тройняшек счастливые родители. Первые документы свидетельства о рождении паре вручили в торжественной обстановке 19 февраля. Это событие радостное и в то же время крайне редкое, поделились работники вурнарского ЗАГСа. До этого тройня была зарегистрирована в районе в 2006 году. Во всех дошкольных учреждениях города Чебоксары проводятся малые зимние олимпийские игры. Ребята соревнуются в четырех видах спорта – биатлон, хоккей, керлинг, саны спорта и стафета. Кому из ребят удалось покорить Олимпу, знали наши корреспонденты. Вот так шумно, весело и задорно прошел очередной этап малых олимпийских игр. Четыре команды из столичных садиков боролись за звание победителей. Но организаторы решили, победа для ребят не главное и распределяли участников не по местам, а номинациям. Мы серьезно победили в номинации. Мы об этом очень лады. Да, видимо? Да. А в какой номинации победили? Я не знаю, что такое номинация. Что ты делала? Возила снежного бабщика. Наш девиз – спорт – это сила. Спорт – это жизнь. Организаторы игр считают, что такие соревнования объединяют детей и приучают к спорту с малых лет. Очень интересные и увлекательные мероприятия. Дети участвуют с удовольствием. Жаль, это первое у нас мероприятие такое большое. Но надеюсь, что это будет у нас традиция и будем такие мероприятия проводить и летом, и зимой. Олимпийские игры продлятся до 26 февраля. И воспитанники всех чебоксарских садиков попробуют свои силы. Екатерина Куприна, Татьяна Раевская, Игорь Сверев, Республика. А вот спортсмены постарше уже добиваются весьма выдающихся успехов. 15-летняя Лана Прусакова из Чувашии произвела фурор в спортивном мире. Самая юная представительница сборной России по фристайлу завоевала золото на вторых зимних юношеских олимпийских играх в Норвегии. В дисциплине Слоуп Стайл ей удалось заработать 77 баллов. Это выше на 4,5 балла по сравнению с результатом обладательницы серебра. Нам удалось связаться с Ланой и ее тренером Никитой Васильевым. Это была большая. Очень не передаваемые ощущения. Гордая здесь страна. Конечно, буря и эмоции. Сначала я тоже не поверил, посмотрел раза три, убедился в этом. Уже сказали по громкой связи нам, что она стала чемпионкой этих игр в своей дисциплине. Но эмоции зашкаливали. Начнем с того, что мы целенаправленно готовились к данным соревнованиям, шли к ним. Готовили несколько соревновательных программ. В начале у нас перед самим соревнованием было всего три проезда по трассе у нее. Перед первой попыткой победной мы с ней разговаривали, беседовали. Пришлось приободрить ее, немножко настроить, как говорится. И будоражить, чтобы она не нервничала. И первая попытка у нее удалась. Изначально задача ставилась показать хорошую результат и проехать свою программу идеально. Никто от нее не требовал, чтобы была медаль. Ну, как бы все ждали, но ей никто этого не говорил, чтобы лишнее давление было на ребенка. Грандиозный праздник хоккея состоялся в Ледовом дворце Чебоксары-арена. Здесь в один день прошли ключевые матчи юных хоккеистов и профессиональной команды «Сокол». Первыми на лед вышли финалисты регионального этапа всероссийского турнира «Золотая шайба». О них в следующем сюжете. Более 200 команд-участниц трех возрастных групп с упорством боролись за выход в республиканский этап «Золотой шайбы». Масштаб впечатляет. Детские ледовые дружины существуют во всех городах и районах республики. На кону право представлять Чувашию на всероссийском турнире клуба юных хоккеистов. В финальной схватке за первое место в младшей группе встретились столичные команды «Спартак-1» и «Спартак-2». Зрелище захватывающее. Наблюдать очень интересно, потому что играют наши сверстники. И когда смотришь, во-первых, увлекательно и, ну как, обучаешься, смотришь, что нового. Да, очень интересно посмотреть, как, может быть, твои друзья, даже, может быть, одноклассники, играют за, ну, очень большие клубы и делают броски, забивают. Нам очень интересно посмотреть. Сами рвемся к этому. Для меня очень интересно наблюдать на хоккей, потому что я сам занимаюсь хоккеем. Хотя не так много хожу, но уже имею большие результаты. Первую шайбу в ворота соперников удалось забить юным игрокам команды «Спартак-1». В принципе, как и все последующие. Итоговый счет решающего заключительного матча для младшей группы – 7-0. А это значит, что на всероссийском турнире клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова «Чувашию» представят подопечные Сергея Орлова. Причем игры будут проходить в апреле в Сочи на территории Олимпийских объектов. «Золотая шайба» – это перспектива развития хоккея не только в нашей республике, наверное, и в стране. Поэтому создается такая четкая хорошая система подготовки спортсменов, начиная, как я уже говорил, с самых отдаленных деревень. Пускай пока нет у нас таких больших успехов на российском уровне, но радует то, что мы развиваемся системно. У нас любителей хоккея в республике становится все больше, потому что создаются условия». В старшей группе победителями республиканского этапа стала команда и Бресенского района «Факел». Абатаревский Олимп уже на днях выезжает в республику Башкортостан. Команда будет защищать честь республики на всероссийском турнире «Золотая шайба» среди сельских команд. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. После церемонии награждения юные хоккеисты уступили лед старшим. Команда «Сокол» провела заключительную домашнюю игру во втором этапе первенства высшей хоккейной лиги. По итогам начального этапа первенства ВХЛ «Сокол» вошел в группу «Б». Дальше пройдет лишь тот, кто после четырех встреч окажется на первой позиции турнирной таблицы. Основная борьба развернулась между Барнаульским Алтаем и нашим «Соколом». На счету каждое очко. Поражения на выездных встречах серьезно пошатнули положение представителей «Чуваши». Однако надежду на выход в следующий этап первенства не теряли ни болельщики, ни тренерский корпус, ни сами игроки. После впечатляющих домашних побед очередная встреча на родном льду сулила «Соколу» только успех. Однако гости из юниора «Спутника» изменили тенденцию. Первая встреча с клубом из Нижнего Тагила завершилась для ребят из «Чуваши» первым домашним поражением во втором этапе. За две минуты до финального гудка гости забросили сразу две победные шайбы. «Бывает такое, что звезды не сошлись, и в хоккее, как говорится, не бывает случайностей. То есть мы не забили то, что должны были, и, соответственно, к нам это вернулось в третьем периоде. Просто волшебные шайбы». Во второй встрече «Сокол» сумел оправдаться перед болельщиками. В следующих выходах им удалось сравнять счет и даже выбиться в лидеры со счетом 4-3. Ярким моментом стала заключительная пятая заброшенная шайба в пустые ворота юниора «Спутника». За полторы минуты до конца игры вратаря заменили полевым игроком. Кстати, наш Михаил Фафанов превосходно отстоял все матчи, сыгранные в составе «Сокола», за что и получил признание зрителей и звание лучшего игрока команды. Честно, я всего лишь делал свою работу, и я считаю, что лучшими должны были признаваться игроки, даже по выбору зрителей, те, которые изначально были в команде. Я, конечно, очень благодарен, мне безумно приятно, и хочу сказать огромное-огромное спасибо. Я, честно говоря, такого не ожидал. Итак, поражение «Сокола» в первом дне встречи стало препятствием по пути прохождению в плей-офф. Однако впереди следующий сезон. Все ребята заявили желание играть и на следующий сезон. Тут уже будет от тренерского штаба зависеть, какую селекцию мы проведем. Мы хотим вернуть наших воспитанников, что мы и делали на протяжении этого сезона, возвращая своих домороченных игроков, которые играют в других клубах, создав условия, здесь домашние условия, великолепный дворец. И, я думаю, вернув их, будем ставить уже задачи попадания в плей-офф. Сейчас команду ждет последняя выездная игра сезона первенства ВХЛ против саратовского «Кристалла юниора». Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. Производство на Чебоксарском гормолозаводе к концу марта этого года будет полностью прекращено. Технологический износ завода, его низкая рентабельность и падение уровня продаж – вот основные причины его закрытия. О судьбе работников компании «Данун» в Чебоксарах смотрите далее. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. До свидания. О том, что компания «Данун» закрывает свой завод в столице Чувашии, стало известно еще в конце прошлого года. Более 140 сотрудников в ближайшее время должны быть высвобождены. Вопрос трудоустройства людей взяло под свой контроль правительство республики. И первые шаги уже сделаны. Компания «Ядрин молоко» готова взять часть сотрудников к себе. Некоторые говорят, что кризис, проблемы, а мы в этом кризисе видим возможности большие. И это, наверное, тоже подарок судьбы, что завод оптимизируется и много высвобождается высококачественных, высококлассных специалистов. То есть по своей возможности, что мы сможем, мы сделаем. То есть мы своих коллег не бросим. Полный цикл производства с момента получения сырья и до отправки готовой продукции заказчикам. Коллеги с Чебоксарского гормоллзавода детально осмотрели весь технологический процесс. С оптимизацией в Чебоксарах завод закрывается. И вот ищем сейчас работу в «Ядрин молоко». Потому что знала, что он открылся недавно, что завод находится в «Ядрине». Но вот первый раз я на заводе. Очень впечатлило. Хотелось работать на этом заводе. Новый завод, все чисто, все замечательно, очень красивый. По поводу техники, по поводу автоматов, в принципе, да, они более новые. Было бы здорово, если бы кто-то из наших работников, конечно, нашел здесь именно работу, нашел себя и реализовал. Специалисты особо отметили, что производство в «Ядрине» полностью автоматизировано. А это значит, что соблюдаются все санитарно-гигиенические стандарты. Все на высоком уровне технологии высокая. И процессы все закрытые. Молока здесь не видно. Вот кроме того, как сейчас видим, готовый продукт. А остальное, все процессы закрыты. И, конечно, для покупателя, если увидит, да, он, конечно, будет брать все. Потому что чужая рука не касалась продукта. В таком заводе, на автоматизированном, конечно, мне кажется, любой специалист, молочник, захочет поработать. Освоить именно то новое, что сейчас уже есть. Профессионализм коллег со столичного гормолзавода сыграет не последнюю роль при принятии решений об их трудоустройстве. Наше впечатление, то, что там, конечно, на Дононе работают высококлассные специалисты, похоже, они работают по своим стандартам. Это французская компания, это и понятно. Нам есть чему поучиться у них. Я думаю, что мы будем учиться и будем совместно работать. Нам нужны грамотные специалисты. Зарплата выше среднего по республике, хорошие условия и карьерный рост. Все это ядреному ловко предлагают будущим сотрудникам. Продукция ядреного молока уже давно зарекомендовала себя на рынке натуральных молочных товаров. И руководство думает о расширении производства и ассортимента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова